Бутылки, разодранные мебель и покрышки – лишь часть мусора, которая плавает в небольшом водоеме за домом номер 30 на улице Зубковой. Однако местных жителей смущает не это. Вода в пруду стала мутной. На дне появился белый осадок и звездка, а также запахло канализацией. Раньше здесь лягушки, квакль, вот сейчас весна, да, они сбежали, их нет. И они перешли на тот пруд. Но тот большой пруд, вся эта гадость текает туда. Боюсь, что они его тоже погубят. Там была рыба, утки, лягушки водились, выхухоль жила одна, уш такой небольшой. Люди отдыхали здесь рядом. Проблемы начались в прошлом году. Тогда местные жители заметили, что недалеко от дороги из-под земли начинает пробиваться вода. Прорвало трубу. Аварийные службы дырку заделали, но хватило ремонта ненадолго. Зимой она вновь дала трещину, а весной началась катастрофа. Три недели назад ручей увеличивался, увеличивался, увеличивался. Дней десять назад он уже пошел. Вот видите, что вот эта гадость такая. И пошел запах. Стоит отметить, что мимо пруда каждый день ходят дети, ведь в 20 метрах от него находится школа номер 71. Дышать приходится канализационными стоками. Их едкий запах перепутать с чем-то сложно. Местные жители отмечают, что при сильном ветре запах проникает и в квартиры, а вечером усиливается. Десять дней назад в префектуру Октябрьского округа обратился инспектор Нагульнов Дмитрий. Вроде занимался этим вопросом. Я его попросил, чтобы он сообщил о результатах вот этого своего расследования, что ли, чего. Ни ответа, вообще ничего. Я несколько раз звонил туда, мне не ответили. Обращение писали и в природоохранную прокуратуру, однако результаты это пока не дало. А между тем ситуация ухудшается, ведь в Дашково-Песочне пруды расположены каскадом, и вода сверху через пруд течет в соседние водоемы. Пруд Серой Шейки и Черезовский водоем. Книзу поток только усиливается. В эту большую зловонную струю вливается вода из переполненных колодцев. Мы направили обращение в администрацию города и природоохранную прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации. Будем следить за развитием событий. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».